Боковая сторона равнобедренной трапеции равна ее меньшему основанию. Угол при основании равен 60 градусов. Большее основание равно 12. Найдите радиус описанной окружности этой трапеции. Трапеция вписанного окружности. Это значит, что суммы противоположных ее углов равны 180 градусов. Трапеция равнобедренная. Значит, два ее угла, обозначим их углы В и С равны 120 градусов. Проведем диагональ АС в этой трапеции. Получаем, что треугольник АВС равнобедренный с углом 120 градусов. Можем найти АС по теореме косинусов. АС квадрат равно АВ квадрат плюс ВС квадрат минус 2АВ на ВС на косинус 120 градусов. Косинус 120 градусов равен минус 1 второй. И если стороны АВ и ВС равны А, тогда АС равно А умножить на корень из 3. Треугольник АДС вписан в окружность. По теореме синусов отношение стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно 2Р. Значит, АС поделить на синус угла Д равно 2Р, то есть А на корень из 3 поделить на синус угла Д, то есть на синус 60 градусов, равно 2Р. Отсюда мы получаем, что радиус описанной окружности равен А, то есть верхнему основанию и боковой стороне трапеции. Если я проведу отрезок ОВ, где О – центр описанной окружности, я получу равносторонний треугольник АОВ. Значит, я получаю, что радиус окружности равен половине АД, Р равно 6, и тогда точка О – центр окружности, лежит на стороне АД. Ответ 6. Ответ 6.